При одном упоминании этого слова становится не по себе. По легенде, это мудрость богов, охраняемая столетиями и доступная лишь избранным. Каббала. Каждый, кто обладает этим знанием, получает неограниченную власть. Над людьми и даже природными стихиями. Адепты тайного знания способны подчинять своей воле, исцелять или убивать на расстоянии. Говорят, что в руках каббалистов секретный ключ к успеху, богатству и процветанию. Не случайно охотников за тайной мудростью становится все больше. Сегодня каббалу и увлекаются самые богатые, знаменитые и влиятельные люди. Дэми Мур. Мадонна. Джон Траволта. Барбара Стрейзент. Бритни Спирс. Наоми Кэмпбелл. Миг Джаггер. А может быть, все они и стали звездами, потому что знают тайну. Экспедиция программы «Тайны мира» с Анной Чапман отправляется в Израиль, на родину каббалы. Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Тайное учение или практическое руководство по черной магии? Вот такое особое знание. Что скрывает каббала и почему от нее невозможно скрыться? Работы у меня сократили, сжалые у меня стали проблемы. За что каббалисты приговорили к смерти Ариэля Шарона? Какое заклинание погубило израильского премьер-министра? 60 ударов огненным и посох. Что объединяет богатых и знаменитых людей всего мира? По каким обрядам модно жить в шоу-бизнесе? И сколько стоит увлечение каббалой? Я практикую. Это реально круто. Смерть Майкла Джексона и Уитни Хьюстон. Разрыв Дэми Мур и Эштона Кэтчера. Трагедия в семье Джона Траволты. Как эти события связаны между собой? На звездах удобно зарабатывать, потому что это творческие люди. Я раскрою все тайны. Правители мира. Тайна кабалы. Увлечение кабалой теперь не тайна. Сегодня это модно. Хотя бы потому, что в когорту кабалистов записались законодатели и символы мировой поп-культуры. Увлечение, кстати, не из дешевых. Но перспективы захватывают. Почему в кабале оказались люди, у которых и так все есть? Древнееврейское учение о высшей мудрости уже приспособили для массового потребителя. Увлекаться кабалой можно независимо от пола, возраста и национальной принадлежности. А в Америке она даже возведена в ранг звездного культа. Да, не в моде. Топеньки, как говорится, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Это, конечно, смешно. Это смешно. На мой взгляд, это даже так немного постыдно. Когда мы, используя православные молитвы, например, занимаемся магией в церкви. Когда мы идем, ставим свечку или молимся только для того, чтобы заполучить здоровье, повышение зарплаты, купить квартиру. Решили вопрос, опять забыли Бога, опять нам некогда, опять мы занимаемся своими делами. Кумир миллионов Мадонна сама готова тратить миллионы долларов. Ведь кабалисты обещают ей замедлить процесс старения. Луиза Чеконе по рождению в 2004-м взяла себе новое имя – Эсфирь, чтобы получить от него жизненную энергию. Это уникальное видео. 1997 год. Мадонна на вершине славы. Как вы этим увлеклись? Моя подруга ходила на курсы в центр кабалы. Кабала – это мистическая интерпретация Нового Завета. Она рассказывала какие-то потрясающие вещи, связанные с кабалой. Я практикую. Это реально круто. Лондон. Город с самыми дорогими квадратными метрами. Это шикарное здание – центр кабалы, открытый на деньги Мадонны. Цена вопроса – 4 миллиона фунтов стерлингов. Что такое кабала, здесь расскажут каждому, кто готов заплатить. Вход – 150 фунтов. За вводную инструкцию. Дальше – больше. Теория о перевоплощении души, которую активно проповедует кабала – это очень распространенная теория, которая нравится многим людям, которые не хотят верить в то, что наша жизнь заканчивается нашими тлеющими костями в земле. Оплата постижения божественной мудрости становится посекундной. Даже молитва стоит денег, не говоря уже о розничной торговле. Прямо в кабалистических центрах сегодня можно купить кабалистический крем от морщин за 80 фунтов. Крем с эффектом лифтинга на 10 фунтов дороже. Единственное, что я могу сказать про кабалу – кабала как буддизм. Основная идея – это равновесие. Ты контролируешь все то, что с тобой происходит. Ты можешь управлять своей судьбой. Нет такого – ой, со мной случилось это или это, я жертва, потому что это со мной произошло. То, что ты отдаешь, ты это получаешь обратно. Если ты хочешь получать от жизни добро, ты должен его отдавать. Смысл выражения «отдавать добро» у современных кабалистов имеет очень конкретное значение. У приобщения к божественной мудрости есть свой приз-курант. Чтобы попасть в клуб избранных, звезды платят 10% своих доходов. Невероятные суммы. Капиталы ведущих кабалистов мира исчисляются миллиардами долларов. Богатые и знаменитые готовы сорить деньгами в обмен на обещания вечной молодости, успеха и процветания. Увлечение заразно. На меня очень повлияли такие мощные женщины, как Мадонна, Витни Хьюстон. Еще мне очень нравится Барбара Стрейзен. Бритни на публике с красной нитью на запястье замечена не была. Поп-дива пошла дальше. На шее у звезды красуется кабалистическая татуировка. Надпись на иврите «Махеш». Имя Бога. Эта надпись защищает от болезней и расстройства личности. В компанию кабалистов угодил даже Дэвид Бэкхэм. Правда, не по своей воле. К модному увлечению его пристрастила жена Виктория. А вот Джон Траволта – кабалист со стажем. Пристрастился к учению после смерти матери. Недавно его постигло еще одно страшное горе. Три года назад при странных обстоятельствах скоропостижно скончался его сын Джет. Но Траволта продолжает искать утешение в кабале. Это очень сильно на меня повлияло. С того момента все стало изменяться. Стали поступать более интересные предложения в кино. Я стал на пороге начала новой карьеры. Люди стали проявлять самоотверженную любовь ко мне. Система постижения божественной мудрости сегодня работает по принципу финансовой пирамиды. Звезда – это реклама. Поэтому, конечно же, известные деятели, руководители религиозных движений и сект стараются привлекать как можно чаще попадающих в их поле зрения от знакомых через знакомых. Каждый новообращенный не только платит вступительные взносы, но и приводит за собой новых последователей. Тоже платежеспособных. Ведь степень таинственных познаний напрямую зависит от размеров вашего кошелька. Тайна всегда невероятно привлекательна. Поэтому, естественно, что знания, которые изначально позиционируют себя как тайна, вызывают, особенно в современном мире, в котором мне остается тайна, все больше и больше интересов. И в том числе у людей достаточно значительных. В чем же тайна популярности этого учения? Почему она пользуется поддержкой не только звезд шоу-бизнеса, но и некоторых ученых? И неужели Каббала помогла этим людям, если не стать, то хотя бы остаться богатыми и знаменитыми? Далее в программе. Тайны каббалистических заклинаний. Реально действует, работает, оно скрыто, оно для избранных. Что нужно знать, чтобы этим пользоваться? Изучать Каббал может мужчина, женатый, достигший 40 лет. Как эти знаки и цифры меняют судьбы людей? Бог смотрит за нами очень специфическим путем. Я раскрою все тайны. Древние говорили. 10 цифр, 22 буквы еврейского алфавита, треугольник, квадрат и окружность. А еще самый известный атрибут каббалистов – красная шерстяная нить. Считается, что такой талисман защищает от зависти из глаза. Но нить нужно купить, ее нельзя сплести своими руками. А завязать ее на левое запястье должен любимый человек. И обязательно на семь узлов. Некоторые девочки даже просто из соображений моды одевают себе на запястье красную такую веревочку. В переводе с иврита каббала буквально означает «познание», «приобретение». Уже более трех тысяч лет каббалисты передают тайные знания только избранным и на словах. С научной точки зрения это абракадабра. Сфероты, ацелуты, яциры и табуры звучит, может быть, и странно, но не верить страшно. Каббала – это язык мистического знания, который позволяет говорить о наиболее глубинах и сущностях составляющих бытия. Во всех поколениях мудрецы делились секретами крайне осторожно. Тайные знания не должны попасть к людям, нечистым в своих намерениях. Это грозит катастрофой. Каббала – это тайные магические знания. То есть это конкретная практика. Приоткрыта верхушка айсберга, а все остальное, то, что реально действует, работает, оно скрыто, оно для избранных. Истории известны многочисленные факты гонений евреев. 11 век. Очередная волна преследований. Евреи вынуждены бежать от казней и пыток. Убежище находят в основном в Европе и Средней Азии. Именно здесь и начинает формироваться учение, которое потом получит имя Каббала. Каббала традиционно строится на ряде табу. Ряд табу, который говорит, что изучать Каббалу может мужчина, женатый, достигший 40 лет и в совершенстве знающий как Торву, так и Талмуд. Кстати, есть версия, что названием своим она обязана гонителям каббалистов. В переводе слово Каббал означает интрига, заговор. Фактическая Каббала – это своего рода магия. Учение о том, как с помощью букв, слов, этих тайных знаний влиять на физический материальный мир. Практикующие каббалисты уверены, что с помощью определенных действий можно совершать чудеса и ускорить приход Мессии. Для этого они оперируют именами Бога, определенными словами, используют талисманы, амулеты, теософские арифметические вычисления и прибегают к аскетическим упражнениям. Ангелы, вызванные по желанию каббалиста, могут исполнять его волю, а духи и демоны отгоняются молитвами и амулетами. Между нашим телесным миром и миром высшим, в котором заключена божественная мудрость, состоят еще промежуточные восемь миров и один непроизносимый. Они складываются в четыре карточные масти, четыре масти карт Таро. Это и есть краеугольная часть каббалы, с которой начинается, в принципе, ее изучение. Весь остальной мир, он получается из смешения этих элементов. И точно так же наша человеческая природа, наше тело и даже наши более тонкие элементы, это точно так же состоят из вот этих четырех стихий. Дмитрий Назареев, 25 лет. Практикующий каббалист. Интересоваться оккультными учениями начал еще в 12 лет. Говорит, что обладает паранормальными способностями и в детстве даже видел будущее. Постигать тайные знания Дмитрий решил настойчиво. Нашел учителя, прошел обряд магического посвящения, начал штудировать литературу. Теперь преподает сам. Говорит, деньги его не интересуют. Это скорее хобби. Но вход на занятия платный. Правда, цена символическая. 500 рублей. Чтобы призвать ту или иную стихию, человек должен был призвать от духа чертить пентаграмму к соответствующему элементу, например, к огню. Это чтобы изгнать, наоборот, от соответствующего элемента к духу. Аншлагов на занятиях пока нет. Приходит молодежь, которая хочет научиться магии. Впрочем, оно и понятно. Тайные знания доступны не всем. Среди желающих к ним приобщиться в основном подростки. И больше всего их интересуют магические обряды. Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле. Каббала – это не практика личностного роста и не вид тренинга. Это в первую очередь духовное совершенствование человека и совершенствование общества. О том, что Каббала – тайное знание, сегодня известно практически каждому. О ее чудесном действии твердят знаменитости всего мира, словно подавая пример. Постигайте Каббалу, и вас тоже ждут успех и слава. Но так ли это на самом деле? Нас безобидно увлечение мистическими практиками. И чем может обернуться попытка проникнуть в тайны божественной мудрости? Далее в программе. Какие смертельные опасности таит в себе Каббала? Человек, который приезжает вроде бы нормально, и здесь госпитализируется в ближайшей психбольнице. Причем с дикими эксцессорами иногда. Чем может закончиться безобидное увлечение древней мудростью? С дьяволом сейчас шутить не надо. И с помощью каких обрядов каббалисты способны убивать? Я раскрою все тайны. Экспедиция программы «Тайны мира» отправляется в Израиль. Иерусалим. 2012 год нашей эры. Наша съемочная группа идет по улицам одного из самых загадочных городов планеты. Здесь буквально каждый камень хранит в себе тайны тысячелетий. Знаний, данных людям свыше, и доступных лишь избранным. Посвященные в эти знания способны вершить судьбы мира и управлять природными стихиями, предсказывать будущее и творить чудеса. Бог смотрит за нами очень специфическим путем. Бог учит нас, как делать правильно. В каббале все зависит от тебя. В это трудно поверить, но каббала вовсе не миф о параллельных мирах или сборник таинственных обрядов. Это реальность, с которой может столкнуться каждый из нас. И столкновение может оказаться смертельным. Синдром Иерусалима – это когда человек сходит с ума, причем в медицинском смысле слова. Причем хорошо изученный синдром Иерусалима. То есть это психиатрический термин. Это человек, который приезжает вроде бы нормально и здесь госпитализируется в ближайшей психбольнице. Причем с дикими эксцессами. Это город с особой атмосферой. 22 июля 2005 год. Пятница. Рассвет. Старое кладбище неподалеку от Иерусалима. Каббалисты проводят магический ритуал Пульс Денура. В буквальном переводе это означает огненный удар, смертельное проклятие. Человек, против которого оно направлено, не проживет и 40 дней. От этого заклятия не спасает даже вот эта красная нить с узлами. Это уникальные кадры. Каббалисты совершают магический ритуал. Ритуал, якобы направленный против премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. Смертельное проклятие. Человек, против которого оно направлено, не проживет и 40 дней. Обряд проводился в присутствии телекамеры. Редчайшее смертельное проклятие. Молитва на уничтожение. Пульса Денура. Проклятие произносится при черных свечах десятью взрослыми мужчинами. Каббалистические маги решили уничтожить премьер-министра Израиля. Каббалистический ритуал, пульса Денура, так назывался этот ритуал, в котором Бог наказывает провинившихся ангелов. 60 ударов огненными посовами. Ариэль Шарон пошел на уступки палестинцам. И тем самым подписал себе смертный приговор. Несгибаемый премьер, в народе его называли бульдозер, решил вывести израильские войска и израильских поселенцев с территории сектора Газа. Это была вынужденная уступка. Таким образом, Шарон пытался остановить террор. Но в результате сам подвергся каббалистической атаке. Он мог спровоцировать либо необратимые изменения в его организме, либо какие-то, в общем-то, движения надмировые, которые и привели его, в общем-то, к печальному концу. Пульса Денура – это молитва. Во время обряда Равин обращается к Всевышнему с просьбой покарать неугодного. Это высшая мера наказания. Возмездие, которое, по поверью, наносит вред только иудеям. Человека, на которого направлен огненный удар, ждет верная смерть. Даже экстремисты не одобряют подобных методов политического диалога. Но привлечь к ответственности каббалистов невозможно. Ни в одном уголовном кодексе нет статьи «Молитва вне закона». Управлять какое-то время миром с помощью магии возможно. Вопрос, чем это все закончится. Через месяц после проведения ритуала у премьер-министра Израиля развился обширный инсульт. Ариэль Шарон впал в кому и до сих пор не пришел в себя. Я раскрою все тайны. В новейшей истории Ариэль Шарон был не первым государственным деятелем, кто навлек на себя смертельное проклятие. Утверждается, что в 1995 году каббалисты провели ритуал пульса Денура против главы правительства Израиля Ицхака Рабина. Он подписал соглашение с Ясером Арафатом о передаче израильских земель Палестине, за что был удостоен Нобелевской премии и проклятий собственного народа. Через месяц после ритуала Ицхака Рабина убил религиозный фанатик. Одним из первых в списке неугодных каббалистам оказался Лев Троцкий. Известный на весь мир революционер скончался в результате покушения. Но, как свидетельствовали очевидцы, произошло это практически сразу после того, как против Троцкого провели тот самый магический ритуал Пульса-де-Нура. Причем совершил обряд один из самых знаменитых раввинов 20 века Хафецхаем. Уже с времен Талмуды даже, где упоминаются эти рецепты, но там уже говорится не пользуйтесь, ничем хорошим не кончится. Получается, от ритуалов каббалы нет спасения. Проклятие таинственного учения равносильны смертной казни. Приговор могут получить даже самые могущественные люди. Такие, как, например, Ариэль Шарон, на службе у которого могли находиться личные каббалисты. Что тогда говорить обо всех остальных? Навести порчу или сглаз, расстроить бизнес, просто разрушить жизнь человека практикующим каббалистам не стоит ровно ничего. Воздействовать на человека магическим образом это вполне возможно. Мы знаем на сегодняшний день, как работают наведенные деструктивные воздействия. Порчи в простонародье, там сглазы и прочее. Простейший каббалистический обряд. Наведение порчи на конкурента в делах, соперника по любви или просто неугодного человека. Ритуал проводится в темной комнате. На столе кругом расставлены 13 свечей. Они должны быть сделаны из воска желтого или золотого цвета. Каббалист держит в руках еще одну свечу, черную, и произносит определенное заклинание. После этого на фотографию жертвы выливается черный воск. Самостоятельный эксперимент лучше не проводить. Порча может обернуться против самого заклинателя. Известно, что каббала учит примешивать к лекарствам человеческую кровь и жир, приписывая им целебную силу против болезней. Употребление человеческой крови считается средством таинственного возрождения и очищения человека. Знакомство с каббалой Олег Ермолаев запомнит на всю оставшуюся жизнь. Еще совсем недавно он был успешным молодым человеком. Работы юриста в банке, любимая жена, друзья и великие планы на будущее. Прекрасный мир рухнул в один день. Хотя начиналось все очень заманчиво. Когда только начал что-то там в основном увлекаться, я даже стал немножко везти. Я получил крупный выигрыш в казино. В каббалу Олег пришел не сам. К тайному учению его приобщил лучший друг. Стали вместе ходить на занятия, изучать книги, появились новые друзья. Иллюзия продолжалась недолго. Под тяжестью тайных знаний Олег становился все более раздражительным. Ночью снились кошмары, разладились отношения с друзьями и близкими. В оконцовке все что-то наперекосяк у меня пошло. И с работой меня сократили, хотя я работал нормально. В банке работал, юристом там. Все было вообще замечательно, довольно-таки. С женой у меня стали проблемы, вот я развелся. Другу Олега не повезло еще больше. Молодого человека просто не стало. Он просто спал и не проснулся. Нет никаких доказательств, что смерть наступила от тайного ритуала или увлечения кабалой. Но Олег уверен, что связь есть. Он и сам считает, что отделался легким испугом, хотя были все шансы сойти с ума. Я, наверное, понимал это, воспринимал это как хобби, как любознательность. Но на самом деле это шутить, скажем так, с верой и... Ну, да не просто. Дьявол вообще шутить не надо. Олег Ермолаев уверен, увлекаться кабалой все равно, что дергать за хвост дьявола. Сегодня он хотел бы вернуться на несколько лет назад, чтобы начать свою жизнь заново, не заглядывая в мистические учения. Но сделать это уже невозможно. Далее в программе. Тайны каких цивилизаций хранят в себе древние памятники Израиля? Мегалитическое строительство, оно было скидно по всему древнему миру. Какие обряды проводят российские каббалисты? Как величественно имя твое по всей земле! И кто спустил с небес на землю таинственные учения о том, как управлять людьми при помощи черной магии? Бог создал все и скрыл это знание от нас. Я раскрою все тайны. Съемочная группа программы «Тайны мира» отправляется на храмовую гору в Иерусалиме. Вдоль всей ее западной стены проходит тоннель Хасманеев. Назван в честь потомков священного рода, который правил иудеей еще до нашей эры. Раскопки, которые начались здесь всего несколько лет назад привели ученых в настоящее замешательство. В основании горы обнаружены огромные мегалиты, каменные блоки 15 метров длиной и весом 700 тонн. Это невероятно, но две тысячи лет назад изготовить такой блок люди просто не могли. Откуда эти камни? Этот камень, конечно, рассудит подтверждением всех этих легенд, мегалитическое строительство. Оно было распределено по всему древнему и миру. Кого же считать создателем святыни? И какими тайными знаниями он должен был обладать? Наши корреспонденты берут пробу камня из основания храмовой горы. В общем, этого будет достаточно для анализа. Мы отдадим эту пробу в специальную лабораторию и очень скоро узнаем состав огромного мегалита. Возможно, это приоткроет завесу тайны, которой владели архитекторы древности. Храм – это очень большое здание, и в нем огромное число помещений, куда что-то прячут. Коли это тайна, то это тайна. Трепачей в храме не любят, и никто ничего не рассказывает. Ученые всего мира пока могут только догадываться, каким образом древние строители смогли обработать и доставить на храмовую гору каменные глыбы по размерам, превосходящие те, из которых сложены египетские пирамиды. Бог создал все и скрыл это знание от нас. Это значит, что мы не видим глазами присутствие Бога, но умом мы понимаем его присутствие. Мы получили результаты экспертизы фрагмента загадочного мегалита из тоннеля Хасманеев. Эксперты подтверждают, в породе камня, который мы взяли на храмовой горе, находятся кристаллы естественного происхождения. Судя по всему, вот эти элементы, это кристаллы, которые воспринимают излучение и зато преобразовывают его в электрический труп. Это значит, что архитекторы древности смогли вырезать каменный блок весом в 700 тонн и длиной в 15 метров из обычного камня. То есть древний народ Израиля еще до нашей эры обладал технологиями, которые стали доступны человечеству лишь недавно. Тайные знания доступны немногим. И сами каббалисты не спешат делиться секретами, которые, возможно, дают могущество. Но мы узнаем, о чем хранят молчание адепты каббалы. Происхождение тайного учения до сих пор остается загадкой. Считается, что каббала была дана людям свыше. Сохранились даже предположения о ее внеземном происхождении. Неужели каббалу принесли на землю представителей инопланетных цивилизаций? И если это так, зачем они дали людям тайное оружие, которое может выстрелить в любой момент истории? К нам приезжают тысячи людей со всего мира изучать каббалу. Это учение не где-то на небесах. Это все рядом с нами, на земле. Это практические рекомендации. Каббала изначально была тайной доктриной халдеев, народа волхвов и жрецов. Они жили в дельте Тигра, на территории нынешнего Ирака, и были основным населением государства Элам. По легенде, их знания основывались на использовании сакральных слов, которые произносил Бог во время создания мира. Считается, что их язык не имеет никаких генетических связей ни с одним другим языком в мире. Такое впечатление, что он появился отдельно. По преданию, халдеи получили свои знания свыше. Может быть, это язык богов? Кому-то это покажется бредом. Но ученые другого мнения. Эти глиняные таблички найдены при раскопах одного из древнейших городов мира Суза. Предание гласит, что они начертаны богами с головами птиц и называются клинописью. Даже на первый взгляд, очевидно, письмо похоже на след от когтей. Есть только один способ убедиться, так ли это на самом деле. Мы узнаем, кто это писал. Мы пригласили эксперта-графолога и попросили его определить, каким образом наносилась эта клинопись. При помощи палочек или самой рукой, быть может, лапой. В данном случае у нас абсолютно одинаковая форма всех элементов. Это говорит, что это конкретный предмет оставляет такие вдавленные следы. Поэтому вопрос варианта выполнения рукой, ногтем, он, в общем-то, невозможен. Быть может, знания, которыми обладали халдеи, были действительно получены ими с неба. В север Израиля 200 километров от Иерусалима. Город Цфат. В Библии он не упомянут, но считается одним из четырех святых еврейских городов наряду с Иерусалимом, Тверией и Хевроном. Сегодня это сердце мирового каббализма. В начале, когда каббала только начинала становиться известной, немногие каббалисты знали об этой мудрости. Знания росли и росли. В одной из хасидских синагог города находится гробница Шимона Бар-Йохая. Этого мудреца и законоучителя, жившего во втором веке нашей эры, долгое время считали автором главной каббалистической книги заклинаний Зоар. Сегодня у него много последователей. Смотрите далее. Ворота были разрушены тараном, и римляне обязательно взяли бы крепость. Итоги экспедиции программы тайны мира на родину каббалы. Поразительно, есть некоторые слова, которые общие для всех индоевропейцев и семитов. Я раскрою все тайны. Мнимые или настоящие каббалисты есть даже в сердце России, в Москве. Моника Берг, самый известный проповедник в мировых каббалистических кругах, лично прибыла в Москву для проведения этого семинара. Забудьте о проблемах и заботах. Съемочная группа программы тайны мира проникла на тайное собрание каббалистов. На этих кадрах видно. Гостей встречают приветливые девушки и юноши. Каждого прибывшего провожают на регистрацию. Вход на собрание 1300 рублей. Сумма символическая, особенно если учесть дорогие наряды и украшения собравшихся. Моника Берг представительница влиятельного каббалистического клана Бергов. Это сообщество активно действует в США, Южной Америке, Европе. Клан Бергов в мире очень влиятелен. Голова клана и Ехуда Берг, личный наставник Мадонны, Деми Мур и Эштона Кетчера. По неофициальной информации инструктируют видных политиков всего мира. Трудно себе представить настоящего каббалиста, который готов быть советником чиновника, но при этом люди, власти имущие, нередко обращаются за советами каббалистами. Под стимирным натиском каббалы трогнули и российские границы. Свою тягу к модному увлечению афишируют не все, но охотников до тайного знания становится все больше. Год назад Лолита Милявская вышла замуж в пятый раз. Избранником певицы стал 36-летний Дмитрий Иванов, седьмая ракетка России и тренер по игре в сквошь. Почему звездная парочка скрывала свою свадьбу от посторонних глаз? Закабалить избранных, впрочем, удается не всегда. Борис Грачевский тоже пытался проникнуть в тайны божественных откровений, но вовремя остановился. Перед вами человек, который, так сказать, заинтересовался, посмотрел, полистал, даже был на одной из вводных лекций, но мне было любопытно. Потом понял, что это неинтересно, это глобально устарело. И все, это моя точка зрения, я ни в кости никого не хочу убить. Увлечение так и не стало постоянным, но самого Грачевского многие по-прежнему считают адептом учения. Это самая древняя наука на Земле кабала, понимаете? Она покрыта такой количеством уже тины и заросла, что там разгребать это очень долго. Вершина скалы. 450 метров над уровнем Мертвого моря. Крепость Массада. Если не считать туристов, вокруг все тоже мертвое. Жизнь прекратила здесь свое существование почти две тысячи лет назад. Вместе с падением крепости на 19 столетий прервалась и история независимости израильского государства. Наша съемочная группа изучает руины крепости, строительство которой датировано 25-м годом до нашей эры. Даже разрушенные останки смотрятся грандиозно. В свои лучшие годы Массада и вовсе была неприступной. Сегодня на ее вершину можно забраться с помощью фуникулера, как это сделали и мы. Но две тысячи лет назад единственной нитью, которая связывала жителей крепости с остальным миром, была змеиная тропа. Суммарная длина ее изгибов два километра. Массада была очень сильной крепостью. Только со стороны моря была узкая змеиная тропа, по которой можно было подняться в крепость. Вершина скалы площадью в два квадратных километра вместила на себе толстые стены, высокие башни, резервуары для хранения воды и продовольственные склады. Но в историю Массада вошла благодаря вовсе не архитектурным заслугам. В 70-м году нашей эры, после того, как римляне захватили Иерусалим, крепость стала последним оплотом иудеев. Ее защитников было немногим меньше тысячи человек вместе с женщинами и детьми. И они продолжали сопротивляться римским легионерам долгих три года. В конечном счете произошло то, что и должно было произойти. Ворота были разрушены тараном, и римляне обязательно взяли бы крепость. Они, в сущности, ворвались в крепость, но когда они в нее ворвались, они увидели зрелище трупов. Римляне сумели одержать победу в этом противостоянии, но она оказалась неполной. Когда до финального штурма оставалось несколько часов, все защитники крепости покончили с собой. Сначала мужчины убили свои семьи, чтобы не допустить позора жен и рабства детей, а потом и друг друга. То, что произошло, это есть некая Божья воля, что евреи не могут сопротивляться тому, что приказал Бог. Почему защитники крепости сознательно пошли на смертный грех? Какую тайну они решили унести с собой навсегда? В том, что жители Масады были носителями тайных знаний, можно не сомневаться. В середине прошлого века тому было найдено веское доказательство. Всего в 17 километрах от крепости мальчик-пастух наткнулся на пещеру, в которой обнаружил теперь уже знаменитый на весь мир кумранские рукописи. Интерес к этим манускриптам продолжает расти даже сегодня. Поразительно даже на уровне лингвистическом есть некоторые слова, которые общие для всех земноморских народов индоевропейцев и семитов. Например, слово вино общее и слово бык общее. Весьма вероятно, что собрание древнейших знаний, датируемое вторым веком до нашей эры, было спасено из разрушаемого Иерусалимского храма. И спасено как раз защитниками Масады. В пользу этой версии говорит еще один факт. В самой крепости тоже были найдены письменные памятники. Стиль их письма практически полностью совпадает с кумранскими рукописями. Прикоснуться к тайнам кабалы сегодня может каждый. Есть инструкции, учебные пособия, в магазинах продают атрибутику. Главное не забывать о возможных последствиях. Опыт богатых и знаменитых кабалистов показывает, платой за мистическое увлечение может оказаться собственная жизнь. КОНЕЦ